здравствуйте уважаемые коллеги я вас приветствую на наших бесплатных вебинарах которые проходят каждую неделю в 14.00 надеюсь все подключились все меня видят и слышат давайте оргтехнический вопрос слышно видно меня поставьте плюсики это для того чтобы узнать хороша ли связь у нас сейчас потому что данное время очень многие пользователи используют интернет используют платформы для обучения для развития для просмотра различных онлайн трассляций и поэтому иногда бывают перегрузки и качество связи от этого падает отлично меня слышно видно сегодня мы начинаем вебинар который мы так смотрите это вебинар который подытоживает предыдущие наши вебинары проходившие также в рамках бесплатных вебинаров каждую неделю и вот у нас уже прошло большое количество вебинаров они все загружены соцсети youtube вы можете пройдя по ссылке посмотреть наши вебинары вот я вам ссылочку отправлю посмотреть наши предыдущие вебинары и также в этом канале мпада будут выложены наши новые вебинары которые также будут проходить в рамках наших вебинаров вебинары теперь проходят каждую неделю два раза вторник четверг в 14.00 отслеживайте пожалуйста на сайте мпада в разделе вебинары регистрируйтесь и просмотр смотрите и также технический такой момент если у вас нет видео или аудио связи а у остальных есть то эта проблема заключается именно с вашим интернетом возможно вам надо будет обновить страницу нажав и снять или просто обновить нажав на значочек обновить страницу и тогда качество связи улучшится заканчиваем 40 вопросами давайте будем переходить к основной нашей теме способность программе от рождения до школы так от рождения до школы в 2019 году вышло пятое издание программы от рождения до школы и мы заметили такую определенную закономерность что каждый пять лет выходит новое издание программы от рождения до школы получается у нас такая пятилетка в которой программа от рождения до школы избирает себя инновационные технологии и прекрасно сочетает их традиции с классикой педагогики и также если кто читал программу от рождения до школы пятое издание то может и согласиться с тем что на самом деле это так и там и зона ближайшего развития 20-го годов и а деятельность подход и и теория давыдова представлена и запорожца и также пространство детской реализации который вводит николай генщик веракта это новый термин новая концепция которую необходимо какой-то мере изучить из лекции николай генщик у нас кстати на сайте импада выложены лекции которые так и называются пространство детской реализации если вы зарегистрируетесь посмотрите вы поймете что такое пространство детской реализации потому что ну по словам можно еще определить что это такое а как это организовать условиях образовательной организации не всегда понятно ну и вот у меня вот книжки тут заготовлены помните кто работал еще по данной программе воспитание обучения в детском саду под редакции гербовой васильевой и комаровой тамара семеновна тем большое спасибо низкий вам поклон получается вы уже много-много лет работаете в педагогике у вас огромный опыт и вы вновь со временем находитесь и вбираете себя новый новую информацию о и по программе и о том как вообще работает сейчас детский сад какие новые технологии появляются поэтому вам большой поклон за такое за это дело вот программа она несла в себя огромный запас информации о том как рекомендовать педагогу работать детском саду но как вы знаете время не стоит на месте поэтому и наш мир тоже стоит на месте у меня вот нету 2009 года я не взял ну мы же дома все работаете вот поэтому то что есть дома я вот как бы набрал из того что есть думу от рождения до школы 2014 года у меня также есть программа желтенькая который все помнят который все любят она была превосходная она по ней занималась больше половины детских садов россии и она была черно-белая помните да и в 2019 году вышла про пятое издание программы от рождения до школы и вот обратите внимание тут можно увидеть цветовые схемы которые отличаются по возрастам образовательная деятельность детьми от 1 до 2 лет здесь представлен ранний возраст но и так до подготовительного возраста вот она программа пятое издание программы они и вы также могли услышать из вебинара афиме не мог дарафеевой который также является автором-составителем одним из авторов-составителей программы от рождения до школы помимо тамара семена томаровой и николай генчевер акции и в рамках программы от рождения до школы выходит и пособие который также отличается от предыдущих пособий дизайном и представлением и также какой-то мере использованы новые методы и печати и представления различных технологий ну вот например вот это пособие сейчас я вам перелесну слайд да вот цель кстати о цели программы от рождения до школы они было также могли услышать из майских указов президента российской федерации владимир владимировича путина воспитание гармонично развитой социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов российской федерации исторических и национально-культурных традиций и авторы составители и вообще все кто работает по программе от рождения до школы мы все рады тому что цель программ цель дошкольного образования всегда была целью программы от рождения до школы так как программе от рождения до школы всегда преследовалась именно эта цель и мы этим гордимся вот в рамках пятого издания программа от рождения до школы вышло очень много пособий и классических и также новых пособий давайте сейчас мы посмотрим на пособие которое вышло в рамках эйкерс оценивающее качество дошкольного образования она американская тест таблица которая оценивает именно качество дошкольного образования у них в их стране вначале это было так далее потом рейкерс оценивалось по всему миру и качество дошкольное образование начали тестировать уже в различных странах но первые тесты показали в что очень низкое качество дошкольного образования. Это, наверное, зависит и от того, что и работа детского сада, и то, что у них часто бывает, ну, своя культура, в общем. И, увидев эти оценки, Деби Краев разработала методические рекомендации по работе в детском саду для того, чтобы оценки по бейкерс увеличились. И она так и заявила, что кто будет работать по этим методическим рекомендациям, у тех в детском саду увеличится качество дошкольного образования. На самом деле, здесь очень хорошо представлены рекомендации для педагогов и особенности детского развития, детского воспитания. Здесь представлены различные технологии, которые используются, в частности, в программе «От рождения до школы» также они представлены. Очень большое внимание уделено свободной игре, зонирование, которое многие детские сады используют. И «Голос ребенка» здесь представлены, новые технологии, новый термин, который используется как за рубежом, так и в России. Очень часто сейчас можно услышать в педагогических публикациях «Голос ребенка», что это такое. Об этом тоже можно увидеть в программе «От рождения до школы». Советы педагогам представлены, как организовать утренний и вечерний круг. Это все описано в методических рекомендациях. Может быть, кто-то читал, если вдруг читали, ознакомливались. Поставьте плюсики, пожалуйста. Посмотрим, сколько человек могли увидеть. Вот Елена Николюк, если вдруг неправильно произносит фамилию, извините. Читали. Ну, огромное количество педагогов, да? И вот к методическим рекомендациям, Дэби Крайл разработала темы недели. Темы недели, их всего 18. 18 тем недель, в которых расписана неделя, каждым днем, что необходимо делать. Первая тема недели уже вышла, остальные разработки, надо будет посмотреть на сайте, вышли они или нет. Вот у меня сейчас есть у себя дома тема недели «Наш детский сад». Так, в рамках этой темы недели придерживаются определенных задач. Это развитие речи, математики, социальные навыки и другие задачи. Тема недели «Наш детский сад» обучает ребенка знать свой детский сад, как он называется, где он находится. Здесь представлены и песенки, и различные методические материалы, которые необходимо использовать детьми. То есть прям все-все расписано для того, чтобы педагог взял эту книжку и начал работать по ней. А может быть взял что-то из нее и привнес свою методику, свою работу. Очень прекрасно все расписано и наглядно все красиво видно, потому что все в цветном виде. На самом деле, когда черно-белая картинка, не очень красиво, не очень эстетично, учитывая наши потребности, наш мир современный. Поэтому все-все в цветном виде. В комплекс входит методические пособия, таблица недельного планирования, формат А4. Извините за спешку, немножко ремарочки, потому что у нас очень много пособий и очень много вебинаров уже вышло. Мне надо о них, о всех рассказать. Я буду примерно, буквально, одну-две минуты уделять на каждое пособие и рассказывать о них. Самые такие основные моменты, наверное, отличающие их от других. Далее. Современный детский сад. Каким он должен быть? Вот мы начали о Экерс говорить. У нас в России тоже провели исследование по оценке качества дошкольных. Которая занималась этими исследованиями, и среди них, конечно же, во главе стояла Ольга Александровна Шиян, вышло новое пособие «Современный детский сад. Каким он должен быть?». Это очень хорошее пособие. Прекрасно написано, таким доступным, отзывчивым языком, отражающим и работу педагога. И о том, какие проблемы касаются дошкольного образования на данный момент. Здесь представлен также голос ребенка, о чем очень часто можно услышать сейчас. О том, как услышать ребенка, как ему помочь реализовываться. И самое главное, это то, что в этом пособии представлены вопросы. Но такие вопросы, на которых мне дашь такой закрытый ответ. Ответ за вопросы эти открытые и наболевшие. Вот, например, как организовать пространство группы? Зачем стенам говорить? В школе готов? Закрывается ли образование на обед? «Как сохранить баланс безопасности и свободы двигательной активности?» И вот такой, один из главных вопросов. «Как говорить, чтобы дети думали?» И «Как думать, чтобы дети говорили?» Ну, такой вопрос, открытый, на который нужно рассуждать. И в каждом разделе эти вопросы обсуждаются, рекомендуются воспитателю пересмотреть и свою работу, и отношение к детям, и вообще к образовательной организации. Очень интересные пособия. Каждый, кто читал это пособие, согласятся с тем, что оно рекомендовано для педагогов, для общего развития, для представления именно своей образовательной организации, с точки зрения именно представления качества дошкольного образования. Следующее пособие – повышение уровня физического развития детей. Арам Сираж и Карел Арчер рекомендуют свою оценку качества дошкольного образования. Данное пособие охватывает область физического развития, и оно, в принципе, такое же, как Эйкерс. Здесь именно представлена шкала самооценки или оценки со стороны компетентных специалистов в области использования данной шкалы для различных исследований, для написания статей. Вот они сами и рекомендуют, кто будет использовать данную шкалу, кто будет использовать данную шкалу, могут также писать различные исследования и так далее. Я иногда поглядываю на чат и вижу запросы некоторые. Если у вас какие-то вопросы появляются, и у нас будет время на них ответить, да, вот в вкладке «Вопросы», пожалуйста, пишите. Если я буду компетентно ответить на них, я, конечно же, отвечу. Программа, вот шкала Муверс, оценивает четыре области практики. Саму программу образовательной организации, среду, ресурсы для физического развития, также условия для физического развития, поддержка физической активности и критического мышления, а также, конечно же, как не обойтись без родителей, опекунов, законных представителей или персонала. Эти четыре области шкала оценивает, и уже на основе данной оценки можно будет определить, на каком уровне находится физическое развитие именно в вашей образовательной организации. Следующий слайд. Переходим. Ну, вот пример того, как это все выглядит, как необходимо себя оценивать. Но, тем не менее, авторы рекомендуют очень хорошо ознакомиться с данным пособием для того, чтобы его использовать. Его нельзя наобум взять, прочитать, то есть не читать в начале, взять концовку, где вот представлена сама подшкала, и начать ее использовать. Это не будет эффективно. Инструмент эффективен только тогда, когда вы о нем хорошо знаете, отлично знаете. Если вы о нем ничего не знаете, начинайте использовать, можно его использовать не по назначению. Так, ну, давайте еще раз ссылочку скину. Вот ссылочка «Школа семи гномов» на пособие к программе «От рождения до школы». Продолжим. Так, сейчас меня хорошо слышно, подскажите, пожалуйста. Следующие пособия. Я пытаюсь в логике действовать. Раз я сказал о оценке качества, то начинаю представлять оценку качества. Вот мы начали говорить о физическом развитии. В пособии в программе «От рождения до школы» вышли пособия «Планы физкультурных занятий». Федорова, кандидата для вещественного. Вот тут я привел цитату, и его сказали, что основные движения, такие как ходьба, бег, прыжки, метание, лазание – это жизненно необходимые физиологически обусловленные потребности ребенка, дошкольника. И в каждом пособии она придерживается своих высказываний, своих убеждений о том, что для того, чтобы ребенок развивался физически, умственно, необходимо придерживаться различных планов. Давайте посмотрим, как же это все представлено именно в пособии. Это все в прекрасном цветном варианте. У учимся, П повторяем, С совершенствуем, К контролируем. Очень четко представлено, как проводить занятия с группой различного возраста. И вот, например, сентябрь, первые недели, мы учимся. Учимся с чему? В колонии по одному, по двое. Учимся с чему? Широкие шаги. Широким шагом. Прыжки на месте, на двух ногах. Ну, то есть, первая неделя мы только учимся, вторую неделю мы учимся, третью неделю некоторые движения повторяем, некоторые учим. То есть, все четко представлено, какие цели мы преследуем на определенном занятии. Пособие очень хорошо использовать даже тому, кто только-только пришел в детский сад. Потому что, открыв пособие, можно сразу понять, с чего начать. Как действовать инструктору по физической культуре или, если это педагог проводит, то педагогу. У меня вот два возраста представлены. Ну, на самом деле, возраста уже, по-моему, представлены все на сайте. Конечно, возраста 5, 6, 6, 7, конечно, планируется. Надо будет посмотреть на сайте, может быть, они уже вышли. Я повторюсь, у меня те пособия, которые у меня были дома. Мы сейчас все дома, у меня нету всех пособий, которые уже вышли. Если бы я был на работе, тогда бы я подобрал весь методический комплект. Следующее пособие, также муверс, обеспечение устойчивого совместного мышления и эмоционального благополучия детей. Такое сложное, замудренное название, которое означает умение ребенка, детей в целом в группе сидеть и очень долго, внимательно, с интересом обсуждать определенную тему. Это очень важно, когда вы проводите утренний, вечерний круг или вообще развивающий диалог. Тогда дети с интересом, хоть их 20, хоть 25, хоть 30, будут интересным, но с шумом, конечно же, как же без этого, обсуждать определенную тему. Это и есть устойчивое совместное мышление. И вот шкала оценивает, как дети, на каком уровне и вообще группа, и вообще образовательная организация может реализовать данную задачу. Так как устойчивое совместное мышление за рубежом, это сейчас одна из самых актуальных тем. Ее часто публикуют, часто цитируют. И уже опираясь на актуальность темы, авторы разработали оценку. И так как мы часто опираемся на зарубежный опыт, мы понимаем, что скоро и у нас это понятие будет на языку. Поэтому надо будет о нем лучше узнать и понять, как это все реализовывать в своей образовательной организации. Ну а также представлено как муверс физическое развитие, то же самое, обеспечение устойчивого совместного мышления. Вот у нас под шкала развития доверия, уверенности и самостоятельности. Продолжим. Так, развитие саморегуляции у дошкольников. Одно время я хотел писать дипломную работу по данной теме, но больше увлекся развитием сознания ребенка. Вот эта тема до сих пор меня волнует, она очень интересная. То, как дети могут регулировать свое поведение. Все-все-все само, саморегуляция, все вот это вот само, самозанятость, то есть самостоятельность. Это все-все-все связано именно с данной тематикой. Как ребенок-дошкольник, давайте чуть позже отвечу на ваш вопрос Алену Павленкову. Как ребенок-дошкольник может регулировать свое поведение, то есть, например, ребенок заигрался. Вот мы часто слышим гиперактивные дети в детском саду. Это такое некоторое заблуждение, так как гиперактивность – это диагноз, который ставит психолог. А активность – это уже другое понятие, которое… Активность у детей, да, она часто можно увидеть в детском саду, как дети очень быстро реагируют, бегают, шумят. И это на самом деле не гиперактивность, это скорее активность. То, как ребенок может себя остановить и переключиться на другую область, на другую деятельность – это все связано с саморегуляцией. А развитие саморегуляции у дошкольников, вот это вот пособие, здесь представлены различные методики по выявлению уровня саморегуляции у детей. Вот они вот в таком виде представлены, как ребенок… Методика торможения называется. Многие педагоги, наверное, все-все знаем, что вот эта активность, она спонтанная, она очень быстро нарастающая. И уже этот процесс торможения, он, наоборот, намного медленнее. Если ребенок быстро включился, побежал и не может остановиться, то торможение – это уже другой процесс у меня. Так, что, извините, со связью проблемой? Да, просто увидел «нет-нет», я думал бы со мной не согласна, вы там отвечаете на свои вопросы, извините. Вот. Ну, вот такая вот развитие саморегуляции, она вышла под редакцией Александра Николаевича Веракции, доктора психологических наук, и Алмазова, Якупова, Абухаленкова. Все вот авторы представлены. Эти методики может использовать не только педагог, конечно же, в первую очередь его использовать может психолог образовательной организации. Эти пособия, это пособие, оно вышло в рамках также исследования, которое проводилось в московских детских садах, в московских детских садах, и на основе данного исследования, то есть это было лонгитюдное исследование, около тысячи детских садов участвовало, или тысячи детей участвовало в данном исследовании. И на основе этих исследований вывели такую некоторую закономерность и стандартные уровни по шкалам саморегуляции. Надо будет ознакомиться, тоже посмотреть. И некоторые методики при хорошем знании инструмента вы можете использовать даже у себя дома со своими детьми. И узнать на каком уровне саморегуляции представлено у вашего ребенка. Но при этом я же говорю, еще раз повторяю, что инструмент, который вы используете, надо знать очень хорошо. Просто прекрасно. И если у вас появились какие-то вопросы, искать на них ответ. Постараться найти. Кто ищет, тот всегда найдет. Можно писать на нашу почту akademia.savgompada.ru Постараемся на них ответить. Следующие пособия. Пособия. Поздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. И если у вас ребенок-дошкольник, то сейчас эти пособия очень актуальны. Так как мы находимся дома, у нас вынуждены канюкулы. И использование данных пособий стопроцентно рекомендуется использовать и дома, и в детском саду. Здоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Ну, наверное, кто читал, кто знает. Здесь представлены комплексы утренней, вечерней гимнастики. После гимнастики, после дневного сна. Как ее проводить. Как ее проводить. В процессе утренней гимнастики необходимо обеспечить правильную физическую, психическую, эмоциональную нагрузку. И вот сама методика, ее такой основной принцип, это физическая нагрузка возрастает постепенно, достигнув наивысшей величины во время прыжков и бега. И она снижается к концу утренней гимнастики. Вообще любой гимнастики. Так, ранний возраст, я вот точно сказать не могу, может быть на сайте уже представлен. Извините, вот я периодически чат читаю и пытаюсь отвечать на вопросы. И эти пособия также они представлены, на сайте надо будет посмотреть ранний возраст там представлен, нет. Вообще гимнастику рекомендуют проводить с ребенком. Ну, не в стандартном ее виде, когда дети стоят, выполняют различные упражнения, которые показывает педагог. А массажи, поглаживание и так далее, такие вот методики, технологии использования гимнастики рекомендуется проводить уже с 2-3 месячного возраста детей. Но, конечно же, это проводит специально обученный человек. Продолжим тему. Так, ну вот, оздоровительная гимнастика. Хотел немного вам представить, как эта методика, как в пособии представлены, вот сами занятия по гимнастике. Автор Пен Дзулаева. Спасибо коллеги, кто помогает в чате отвечать на некоторые вопросы. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста. Вот данное пособие идет уже с раннего возраста, с 2-3 летнего. У меня здесь 4 пособия, по-моему, 6-7 нету, да. Они вот в таком виде, тоже цветной вид у них. И также представлены задачи социально-коммуникативного развития, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Становление самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции, собственных действий. Саморегуляция, о чем я только что показывал в пособии развития саморегуляции, которая вышла под редакцией Александра Николаевича Верякса. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Развитие социального и эмоционального интеллекта. Эмоциональной озвищенности и сопереживания. Развитие общения и взаимодействия ребенка с окружающими. Да, вот к раннему возрасту очень многие требуют пособия. К сожалению, не всегда они выходят своевременно. Но ранний возраст это одна из самых актуальных сейчас. Необходимо также реализовывать в этих пособиях. Посмотрим, не знаю, вот автор затронет ранний возраст. Надо будет узнать. Давайте дальше. Образ «я», как он представлен у детей разного возраста. Ранний возраст, образ «я» это элементарное представление у ребенка о себе, об изменении своего социального статуса. То есть это эгоцентризм, как мы знаем, у детей он ярко выражен. У 3-4 лет, уже после кризиса трехлетнего, сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения. Ну вот гендерные различия, различия в физиологии, цвет глаз и так далее. В том числе сведения о прошлом. Раньше ты не умел ходить, не умел брать в руки карандаши, а сейчас уже можешь ручки брать. И опираясь на свой предыдущий опыт, дети лучше, но они более заинтересованы, уже используют те материалы, которые вы для них представляете. От 4 до 7 лет формирование представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. То есть это уже практически ребенок младшего школьного возраста. Ну практически, еще не дотягивает, конечно, мы понимаем. Но дети уже здесь прекрасно все-все понимают. Про электронный вид я точно не знаю. Вот на сайте, который я вам отправлял, школа Семегнума, там можно будет эти пособия увидеть, заказать. И там предосмотр есть некоторые. Некоторые страницы уже представлены в электронном виде. А скачать их пока еще не представляется возможным. Надо будет отслеживать информацию. Продолжим. Изобразительная деятельность, которая в детском саду от Комарова Тамары Семеновны, автора программы «От рождения до школы». Вот у меня, к сожалению, нету данных пособий. Но есть у нас такой курс в Международной педагогической академии дошкольного образования. Художество-эстетическое развитие детей дошкольного возраста. Вот данный курс как раз таки частично затрагивает и использует эти пособия. Изобразительные деятельности в детском саду. И некоторые лекции читает Тамара Семеновна Комарова. Поэтому, если будет интересно, заходите на сайт МОПАТ и посмотрите. Зачем нужен Центр изобразительной деятельности? Это развитие творческого начала, свободы самовыражения, эстетическое воспитание, умение самостоятельно подготовить и убрать за собой рабочее место, умение подготовить материалы для изобразительной деятельности, знание выполнения правил поведения в Центре искусства и подготовка руки к письму. Так как культура закладывает ребенке эстетичность, умение любить красоту, умение за собой, и саморегуляция это тоже касается, то необходим нам инструмент для того, чтобы мы могли положительно, благоприятно для ребенка взаимодействовать с ним для развития таких качеств. И поэтому вот это пособие как раз таки направлено на поддержание данной задачи. Так, из чего состоит пособие? Ведение, примерное содержание работы с детьми. То есть на каждый месяц представлена работа, рекомендации и некоторые занятия полностью расписаны. Поэтому можно будет брать спокойно и использовать. Ну, презентацию я все могут получить. После того, как вебинар закончится, вы можете, прокрутив мышку вниз, презентация будет внизу. Можно будет ее скачать и уж потом самим посмотреть, если у вас там со звуком, то есть с видео были проблемы. Ссылки, ссылка на запись вебинара также будет доступна. Извините, такую ремарку. Продолжим. Что такое качество дошкольного образования? Вот Рядья Киплинг приводит свое высказывание, которое в наибольшей степени, наверное, отражает такую действительность. Зачем вообще качество дошкольного образования нужно? Образование – важнейшее из земных благ, если оно наивысшего качества. В противном случае оно совершенно бесполезно. На самом деле это так. Если мы будем приводить ребенка в такую образовательную среду, где совсем нет никакого образования, или есть, но оно в большей степени даже вредит воспитанию, обучению ребенка, то зачем вообще приводить ребенка? Вот поэтому сейчас очень многие люди говорят и о качестве дошкольного образования, и вот Вольган Титци, он со своими коллегами, со своей командой разработал свою оценку качества дошкольного образования. И вот с госпожой Мюлленхайм, они приезжали в 2019 году и в 2018 году. Два раза я был у них на таком открытом мероприятии, где они представляли свое пособие оценкой качества дошкольного образования. И вот из их слов очень четко можно увидеть, как можно организовать среду для того, чтобы повысить качество дошкольного образования. Это пособие рекомендуется использовать самостоятельно. Ссылочки чуть позже, хорошо? На чем я остановился? На это пособие, да, можно использовать самостоятельное, как образовательные организации самостоятельно, там педагоги могут использовать его, так и образовательные организации между собой, оценивая качество дошкольного образования друг у друга. Вообще в идеале у них сейчас это пособие из Германии пришло к нам. Вот Эйкерс, это Америка. Вот Вольген Китц, он немец, и вот его пособие оценкой развития качества дошкольного образования, оно вышло из Германии. Вот у них уже организованы образовательные организации с применением вот этого пособия. И в какой-то мере у них вот качество дошкольного образования повышается. Конечно, когда мы преследуем определенную цель, любой дошкольной образовательной организации достигнет ее, если она будет целеустремленно преследовать ее. Главное найти, чем пользоваться в этот момент, когда мы начали придерживаться определенных целей. Так, скажите, пожалуйста, у всех ли зависло? Все ли меня видят, слышат? Да, вот у меня слышно, видно. Смотрите, уважаемые коллеги, да, если у вас проблемы со связью, а у другого, например, человека нет, получается, эта проблема связана именно с вашим интернетом или именно с вашим устройством, с которым вы смотрите вебинар. Поэтому F5 обновитесь, или если совсем-совсем все зависает, видео, аудио, не слышно ничего, лучше вообще не смотрите, пожалуйста, лучше посмотрите потом в записи, потому что вы только таким образом испортите себе впечатление от вебинара. Вот советую не портить себе настроение, особенно сейчас. Держитесь, пожалуйста, положительного настроения. Продолжим, хорошо? Так, от чего, ну вот, в пособии, от чего же зависит качество дошкольного образования? И вот, по их мнению, от качества работы воспитателя в первую очередь, от отношений, которые сложились в коллективе, конечно, мы все команды, педагогические работники, мы все должны командой преследовать своей цели, ну вот эту цель определенную, да, воспитание гармонично развитой, социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, и народов Российской Федерации, исторических и социально-культурных традиций. И придерживаясь данной цели полностью с коллективом, мы всегда достигнем ее. От условий, которые создает руководитель для творческого поиска новых методов и формы работы с детьми, от объективной оценки результатов деятельности каждого сотрудника. И здесь можно увидеть отражение некоторое. такую, некоторую задачу, которую ставит концепция пространства детской реализации, так как она охватывает не только персонал, не только родителей, не только образовательную организацию в целом, а также условия, а также методы и приемы, которые использует каждый из тех, кто составляет вот эту образовательную организацию, образовательную среду. Вот, пожалуйста, пишите вопросы. Вот я уже вижу 14 вопросов, но у нас уже время. Давайте, да, быстренько. Я потом попытаюсь быстренько ответить на все вопросы, которые вы тут заявили. Речевое развитие. Вот у меня есть это пособие. Образовательная область речевого развития. Также представлены в программе отрождения до школы. Направлено на совершенство всех сторон речи, развитие звуковой и интенсационной культуры речи, фланематического слуха, формирование предпосылок обучения, грамоте, повладение речью, как средством общения. Так, сейчас 3-4, на сайте больше представленного возрастов, надо будет посмотреть. И предлагается заниматься развитием речи 1 раз в неделю в среднем возрасте, от 3 до 4 лет. Ну и приобщение к художественной литературе и так далее. Вот рабочие тетради, все в презентации доступно будет вам. Потом смотрите, какие пособия уже вышли в программе отрождения до школы. Ну, вот классические пособия тоже можно использовать. Там представлена классика. Так, играть, удивляться, узнавать. Эли Сингер и Дориан Деха приезжали к нам в этом году, проводили мастер-класс. По тому, как по-другому посмотреть на детскую игру. Как посмотреть на нее со стороны ребенка. И проведя мастер-класс, вот педагоги ощутили на себе, что на самом деле у них в некоторой степени взгляд на игру, на саму детскую игру изменился. Так, перелесну. Здесь представлена рекомендация для педагогов, как посмотреть на детскую игру, как услышать и голос ребенка. Например, вот ребенок играет, играет, ему не дают играть, что в этой ситуации делать. Или ребенок играл, не успел достроить, его уже зовут на музыкальные занятия. А что делать в этой ситуации? Постройку оставишь? Ну, можно, в принципе, иногда и оставить. А может быть, еще по-другому можно. И в этом плане пособие очень хорошо поможет педагогу, который хочет помочь ребенку оставить вот этот след, реализовать себя. Так, и сборник подвижных игр для занятий с детьми. Это, в принципе, последнее пособие, о котором говорила наш педагог. Пада, вы можете тоже увидеть, уже в четверг на YouTube появится. Кто, может быть, смотрел. Она представляла сборник подвижных игр. Тоже можно использовать сейчас в условиях дома. Это пособие вышло под редакцией Степаненковой. Направлено для детей как раннего, 2-3 лет, так и для дошкольного возраста, от 3 до 7 лет. Сейчас я обновлюсь. Так, попытался обновиться. Ну, как я уже повторюсь, с интернетом сейчас происходят чудеса. Он то пропадает, то исчезает. Так, где заказать и так далее. Давайте вот ссылочки я вам скину сейчас. Вот эти пособия представлены на сайте школы Семи Гномов. Ссылочки я вам сейчас скину. И так же смотрите, коллеги, после того, как вебинар закончится, у вас будет там вордовский файл. Вордовский файл, который вы можете скачать. И там представлены ссылки на предыдущий наш вебинар. Переходите сразу на YouTube. Они там выложены. Можете скачать. И там также представлены все-все-все ссылочки, где приобрести пособие. Где можно зарегистрироваться на наши будущие вебинары. Вот. Вот я ссылку отправил. На сайте МПАДа есть специальный раздел, называется вебинары. Если вы перейдете к нему, скоро там появится календарь, полностью заполненный на апрель, наших бесплатных вебинаров, которые проходят по четвергам в 14.00. Сейчас доведу презентацию до конца. Потом к вопросам. Так. Ну у нас вот. Кстати, о скидке. На школе Семи Гномов сейчас действует скидка по промокоду МПАДа большими буквами. Вы можете приобрести любые книжки, любые пособия и так далее по скидке 25%. Так что пользуйтесь, пока есть время. До 15 апреля действует эта скидка. Продолжим. Так. Десятая конференция. СССР. Международная конференция воспитания и обучения детей младшего возраста. К сожалению, из-за ситуации и в стране, и вообще во всем мире конференция перенеслась на осень. Вот ссылочка. Поэтому у вас появилась уникальная возможность зарегистрироваться и посетить конференцию уже осенью. Так. Сегодня очень много звучало о оценке качества дошкольного образования. И в рамках данного направления есть такой специальный... Специальный... Вот сейчас меня лучше может быть слышно. Я без видео попробую. Так. В рамках оценки качества дошкольного образования есть такой сайт, называется Аркада, где вы можете зарегистрироваться и уже совместно с другими детскими садами повышать оценку качества дошкольного... Своей образовательной организации. Есть ВКонтакте. Я вот сейчас ссылочки на него закидаю, наверное. Есть ВКонтакте, специальное сообщество, называется «От рождения до школы». Там можно регистрироваться и узнавать о новых пособиях или о новых вебинарах, которые у нас проходят. Есть также сообщество МПАДА. Я ссылочки опять отправляю вам. Вот смотрите, я вам сейчас отправляю, вы прямо нажимаете на них и можете переходить по ним. Наверное, я вам уже все ссылки, какие можно было отправил. Ну, последнее на YouTube отправлю, где у нас представлены все-все-все-все предыдущие вебинары, которые проходили в рамках бесплатных вебинаров. Вот. И теперь к вопросам. У нас вот 15 вопросов. Методические рекомендации от 3 до 5 лет. Вкратце скажу, за рубежом 3-5 лет, это дошкольный возраст считается. Уже от 5 до 7 лет, это младшая школа. У них другая возрастная периодизация. Поэтому они же пишут для своих слушателей, для своей аудитории. Поэтому и такой возраст представлен. Продолжим. Продолжим. Ну, интересует пособие для... Наверное, сначала. Пособия, они не говорят о том, что необходимо их использовать и только их и придерживаться. Пособия предназначены как инструмент для педагога, который может использовать его в своей работе, в своей деятельности. Он может оттуда брать некоторые части, можно брать целиком. Что же с интернетом такое? Вот. Какие-то... От одного до... Выкидывать нельзя. Это библиотека, педагога. Собирайте свою библиотеку. Под ним также можно работать, использовать их в своей работе. То, что сейчас выходит... Дизайн другой. Да, что-то там появилось новое. Ну... Ну, вот классику оставлять, конечно же. Рекомендую. Собирать свою библиотеку, которую можно будет использовать в своей работе. По рабочим тетрадям необходимо смотреть на сайте. Так. Мониторинг развития детей проводится на какой литературе? Вот этого сказать не могу. Извините. Так, наверное, зачитывать надо вопросы. Планирование всех областей совпадает по темам недели или планирование каждой области не взаимосвязано с темой недели? То, что рекомендуется темой недели, это все-таки рекомендации. Вы можете их использовать в своей деятельности. Вы меня слышите? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Ну... Давайте я попытаюсь быстренько ответить. Какие там... Могу еще... Интересные пособия для раннего... Их практически нет, да. Ну, давайте мы с вопросами немного закончим. У нас и регламент уже заканчивается. Я попробую все-таки появиться, все-таки... Запись вебинара будет доступна всем, кто зарегистрировался на данный бесплатный наш вебинар. Ссылка... Обратите внимание, сейчас важный момент. Ссылка на сертификат. Она представлена в личном кабинете на сайте impad.ru. После того, как, честно, наш вебинар закончится, потерпите час-два времени, и сертификат автоматически генерируется сайтом. В личном кабинете вы можете его скачать. Во вкладке лекций появится ссылка на запись вебинара. Она та же самая. Ну, то есть, лекции нажимаете и переходите уже на запись вебинара. Наши IT-специалисты заменят ссылку у вас в лекциях на запись вебинара. После того, как, ну, неделя пройдет, мы загрузим эту запись вебинара на YouTube. Там можно будет посмотреть. Кстати, подписывайтесь на наш канал YouTube. У нас иногда появляются интересные информации, часто появляются бесплатные вебинары. Может быть, некоторые вы будете пропускать, так можно будет посмотреть. На этом все. Спасибо большое за внимание, уважаемые коллеги. Хорошего вам настроения, берегите себя. Всего вам доброго в вашей такой нелегкой, но самой важной деятельности. Спасибо, до свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok